10 ноября более 317 тысяч жителей региона отмечают праздник. Этот день 76 лет назад был объявлен в Лондоне как Всемирный день молодежи. О том, кто относится к молодежи и какая помощь им оказывается в регионе, смотрите в нашем сюжете. Традиционно люди в нашей стране отмечают День молодежи летом. Но мало кто знает, что во всем мире его празднуют 10 ноября. Мы решили спросить у прохожек, знают ли они об этом. Нет, не знаю. Да. Вы знаете? Да. Отлично. А собираетесь как-то праздновать? Нет. Никак не будет? Нет. Вообще нет, не знаю. Да, знаю. А вы будете его как-то праздновать? Нет, не буду. Сегодня к молодежи относятся люди от 14 до 35 лет. Этот возраст был увеличен год назад. Госдума приняла закон о молодежной политике, который повысил возраст молодежи на 5 лет. Благодаря этому документу численность молодых людей в Тверском регионе увеличилась более чем на 100 тысяч человек и достигла 317 тысяч. А это в частности означает, что меры господдержки, предназначенные для молодых, стало получать куда больше граждан. Как это отразилось на бюджете таких граждан? В первую очередь это касается молодых семей. При рождении ребенка выплачивается единовременное пособие из местного бюджета. Также реализуется программа «Молодая семья», в рамках которой государство вносит за семью часть стоимости квартиры. Это субсидия. Деньги возвращать не надо. В этом году 179 молодых семей отметят новоселье. На это выделен 121 миллион рублей. Всего с момента реализации программы, то есть 2006 года, более 2340 молодых семей улучшили свои жилищные условия за счет социальных выплат. Еще одно направление – это поддержка талантливой молодежи. Назначаются стипендии губернатора Тверской области имени Лемешева и Андреева. В сентябре этого года суммы выплат будут увеличены. Так, например, размер премии губернатора Тверской области подняли с 7500 рублей до 10 тысяч рублей. Получателями этих стипендий ежегодно становится 110 молодых дарований. Как правило, Всемирный день молодежи посвящается семинарам, лекциям, конференциям просветительской направленности. В нашем регионе также будет проводиться ряд мероприятий. В их числе и семинар-тренинг от волонтеров Победы. У нас 10 ноября состоится семинар-тренинг для руководителей, а также активистов молодежных, патриотических, общественных объединений нашей области. Где ребята познакомятся между собой, обменяются муниципальным опытом, а также узнают ценности, тренды и какие интересные форматы можно применять у себя в муниципальных образованиях. Вопреки расхожему мнению о подрастающем поколении, современная молодежь активно занимается волонтерством. Готовы тратить время на безвозмездную помощь, которая приносит пользу обществу и даже чаще, чем более старшее поколение мотивировано идеей долга.